Десантные корабли Служили локальные конфликты 50-х годов и в особенности Корейская война. Именно с этого времени начался переход к строительству универсальных кораблей и судов. Сначала появились десантные вертолетоносцы, а затем десантно-вертолетные корабли-доки, которые могли принимать на борт не только морских пехотинцев и боевую технику, но и тяжелые транспортно-десантные вертолеты. Расцвет конструирования и строительства десантных кораблей в СССР пришелся на 60-е годы прошлого столетия. К этому времени качественный и количественный рост советского военно-морского флота позволил ему выйти на просторы Мирового океана. В военной доктрине государства появился новый пункт – оказание военной помощи союзным и дружественным государствам. Для выполнения таких задач требовались, кроме прочих, и специальные суда для доставки разнообразных грузов. Так в составе советских флотов появились десантные корабли нескольких рангов. Большой десантный корабль первого ранга – это типа Иван Рогов, Митрофан Москаленко, они на севере сейчас находятся. Большие десантные корабли второго ранга – это корабли польской постройки. Это вот как наш корабль, они есть на всех флотах. Еще в 1959 году конструкторы получили задание на разработку нового танкодесантного корабля «Океанской зоны». Проект получил обозначение 1171 «Тапир». Судно было классифицировано как «Большой десантный корабль» БДК и строилось исключительно в интересах военных. В течение двух десятилетий «Тапиры» были основой стратегических десантных сил военно-морского флота СССР. Они хорошо зарекомендовали себя на боевой службе и за долгие годы эксплуатации совершили много дальних походов. Большой десантный корабль проекта 1171 «Тапир». Длина – 113 метров, ширина – 15 метров, осадка – 4,5 метра, водоизмещение – 4650 тонн, скорость – 16,5 узлов, силовая установка – два дизеля мощностью 9000 лошадиных сил, дальность плавания – 4800 миль, экипаж – 55 человек. Для своего времени новый корабль был очень серьезным средством транспортировки и десантирования морских пехотинцев со всем вооружением, запасами продовольствия и боеприпасов. Большое водоизмещение позволяло брать на борт 1750 тонн грузов, то есть 20 единиц тяжелой бронетехники и батальон морской пехоты. Выгрузка танков и бронетранспортеров на необорудованное побережье проходила через носовые ворота по специальным аппарелям. Вооружение десантного корабля состояло из двух 37-миллиметровых и четырех 25-миллиметровых универсальных зенитных автоматов. Дополнительно к ним установили два зенитно-ракетных комплекса ближнего радиуса действия «Стрела» с боекомплектом 24 ракеты. Одним из требований универсальности является возможность огневой поддержки десанта. Поэтому корабль был оснащен двумя установками реактивных систем залпового огня типа «Град-М» дальностью действия 20 километров. «Тапиры» могли находиться в автономном плавании три недели. За 10 лет, с 1966 по 1975, в боевой состав Советского военно-морского флота было передано 14 больших десантных кораблей проекта 1171 четырех серий. Они имели одинаковую конструкцию, но несколько отличались составом вооружения. БДК «Тапир» в натовской классификации «Аллигатор» стали последними танкодесантными кораблями, построенными на верфях Советского Союза. Тапиры, выпущенные в 60-х годах прошлого века, до сих пор несут боевую службу на Черном море. Это большие десантные корабли «Саратов» и «Орск». В 70-е годы десантный флот стран Варшавского договора развивался по новому пути. Центр этой области кораблестроения сместился из СССР на запад, на верфи тогда еще верных союзников Германской Демократической Республики и Польши. Оставив себе технически сложные, секретные и дорогостоящие субмарины и надводные боевые корабли, Советский Союз передал в эти страны постройку менее престижных десантных судов. Польша и ГДР обладали развитым гражданским судостроением с хорошо отработанными технологиями и поставленную задачу выполнили достойно. Первые же десантные корабли проекта 770 получили высокую оценку моряков. Они строились на северной верфи в Гданьске. По-польски ее название звучит как «Сточня Пулноцная», поэтому в классификации НАТО средние десантные корабли проекта 770 получили наименование «Полночный А». Его дальнейшим развитием стал проект 771. Этот средний десантный корабль имел более высокую скорость, до 19 узлов, хорошее артиллерийское вооружение и зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Стрела-3». Для военно-морских флотов, стран-участниц Варшавского договора, было построено более 70 таких судов. Они также поставлялись в Индонезию, Ирак, Индию, Египет, Ливию, Алжир, Эфиопию. В классификации НАТО эти корабли получили название «Полночный Б». Последний корабль такого типа был построен в 2002 году для Йемена. Дальнейшим развитием серии так называемых «Полночных Амфибий» стал проект 773. Эти десантные корабли строились только для военно-морского флота Советского Союза. Средний десантный корабль проекта 773. Длина 81 метр. Ширина 9 метров. Осадка 2,6 метра. Водоизмещение 1190 тонн. Скорость 18 узлов. Силовая установка 2 дизеля мощностью 4400 лошадиных сил. Дальность плавания 3000 миль. Экипаж 41 человек. Корабли проекта 773 имели большее водоизмещение, чем их предшественники. Они могли принять на борт 6 средних танков и 200 морских пехотинцев. На вооружении десантного корабля находились 2 спаренных 30-мм зенитных автомата, зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия «Стрела-3» с боекомплектом 32 ракеты и 2 реактивные системы залпового огня ГРАД-М. Наиболее удачным десантным кораблем, построенным польскими кораблестроителями, стал проект 775. Он был классифицирован как большой десантный корабль. Дальность автономного плавания возросла до 6000 миль. За счет более острых носовых обводов и огромной мощности дизелей 20 000 лошадиных сил была увеличена скорость корабля. Она достигла 18 узлов. Для погрузки и выгрузки техники корабль был оборудован носовой аппарелью и кормовыми воротами. Корабль имел современное радиолокационное оборудование и систему навигации, а также нес мощное вооружение. До 1991 года для нужд советского военно-морского флота было построено около 30 больших десантных кораблей проекта 775. Корабли этого типа составляют основу десантных сил военно-морского флота России. А большой десантный корабль «Калининград» является флагманом Балтийского флота. Большой десантный корабль. Длина корабля 112 метров, ширина 15. Водоизмещение 3800 тонн, осадка 3,5 метра, максимальная скорость 18 узлов. Корабль способен перевозить до 12 бронетранспортеров или 10 средних танков и до 150 человек личного состава. Для огневой поддержки действий десанта на берегу есть комплекс неуправляемого реактивного оружия, две пусковые установки. А для самообороны корабля комплекс артиллерийского вооружения калибра 57 мм, две артустановки, которые предназначены для уничтожения воздушных и малоразмерных морских целей. Корабли этого проекта заслужили очень высокую оценку. К их достоинствам относят конструктивную простоту, малую стоимость и экономичность в эксплуатации, рациональные принципы размещения десанта, небольшой состав экипажа, наличие в составе вооружения реактивных установок залпового огня. Сегодня десантные корабли являются непременными участниками всех учений и маневров военно-морского флота Российской Федерации, в ходе которых получают высокие оценки со стороны командования. Но кроме чисто военных задач, они выполняют и гражданские миссии. Сейчас во всем мире десантные корабли массово используются для выполнения различных миротворческих операций при различных гуманитарных катастрофах. Они перевозят и людей, и технику, и все что угодно в любую точку земного шара. Универсальные десантные корабли перевозили миротворческие контингенты в Югославию, доставляли гуманитарные грузы в Гвинею, Сомали, Эфиопию, Сирию, Боснию, принимали участие в эвакуации беженцев из зон межконфессиональных и межэтнических конфликтов. Этим кораблям доступны море и суша, болоты и пески, снега и льды. Они могут пройти везде и доставить на своем борту танки и морскую пехоту. Десантные корабли на воздушной подушке в следующем фильме «Оружие». КОНЕЦ